Всем привет, дорогие друзья! Это Соединенные Штаты Америки, штат Нью-Джерси и стадион Мэтт Лайф, где сбывается мечта Кавьера Тебаса, руководителя Ла Лиги, Лиги Испанского Футбола. Он мечтал, чтобы на территории США проводились матчи официальные, правда, между испанскими командами. Ты сказал про матч с Думанси, Атлетика уже одну игру провел. Сейчас атака Атлетика, Диего Коста, удар и 1-0. Вот так вот быстренько на первой минуте пропускает Реал. Реал во всех матчах этого турнира пропускает первым. И что-то я хотел как раз вспомнить, когда в последний раз команды играли на нейтральной территории. Это было в Таллине в матче за Суперкубок Ульфа. И там Диего Коста на первой минуте открыл счет. Все закончилось в основное время в ничью 2-2. Здесь же Диего Коста благодаря рикошету отправляет мяч в дальний угол. Делает передачу, вперед на это раз на Альвара Марату. Марата входит в штрафную, подает на Косту и маршет. Счет, я думаю, не стоит. Адриасова по правому флангу набирает скорость, врезается. Здесь вот что важно. Два центральных нападающих. Один из них сейчас Марата выбегал. Казар и это, безусловно, будет основной футболист. Модрич подает. Не удается. Барикмахерскую Диего Симеона думает исключительно сейчас о Марселу с мячом. Подает снова в штрафную. И Венисиус. Играли как надо. Сауль. Сауль прострел. Момент 2-0. Вот это да. Жауб Феликс забивает свой первый мяч за Атлетику Мадрид. Восьмая минута. И привет вам с кисточкой. Надо сказать, что он действует пока так, как будто он всегда играл за мадридские Атлетики. Как будто он знает прекрасно этих партнеров. Голы, результативные передачи. У него уже за 8 минут. Ну а Реал в обороне выглядит просто неважно. Просто проходной двор. Проходной двор. Жауб Феликс. Гол. И голевая. Знаешь, что он на кого похож? Внешне похож. Ну, на кого-то. Ну, на чай Венисиус забегает Адриасоло. Сегодня такой экспериментальный. Правый фланг. Адриасоло. Передача. И блестяще играет Коки. Просто блестяще. Прочитал эту передачу. Даже половина тайма не сыграл. Какая контратака сейчас? Атлетико. Жауб Феликс прощает. Посмотри, все атаки две голевые. И, ну, одна без Жауб Феликса прошла. Это когда Марата выходила один на один. И сейчас еще одна с левой, с правой, как угодно бьет. Но ему, конечно, не повезло в матче с Арсеналом. Потому что он стал жертвой удаления. Презентуется уже официально с номером одиннадцатым. Кто знает, может быть, Мариан. Венисиус свободен. А слева никого нет. Венисиус сам идет в обводку. С левой ноги Лемара. И Диего Коста еще один. Рикошет и паника в обороне у Мадрица. Еще один воспитанник был Альвара Марата. Но мы уже видели, как он заменен из-за травмы. Здесь, конечно, нарисовал это. Отнимает руку, потому что почувствовал боль. И сразу ложится на газ. Матчи должны играться в чемпионате. Федерация настаивает на том, что подача. Здесь хорошо играет облако. И ему достается в борьбе с... Мы видим, Финк закладывает Жоу Феликс. А его подрубает. Тут забейте. Что-то забьет. Трипье. Подача. Адриас Сол выносит мяч. Удар. Слюл Серхио Рамас. Двадцать восьмая минута. И опять прессинг. Атлетику, посмотри, что делает. 4-0. 4-0. И там Модрич, если я не ошибаюсь, проиграл эту позицию. Оставил мяч. А дальше в одну передачу разобрались игроки. Атлетика. Диего Коста забивает свой второй мяч сегодня. Да. И опять прессинг. И второй гол пришел после прессинга. И сейчас Диего Коста забивает после отличного отбора. И в центре просто дыра. У Атлетикова. Серхио Рамас же, да, делал эту передачу. И опять Сауль. И опять Сауль. И партнеры по команде. Да. Огорчили. Лемар бьет. Операцию не сделал себе. Подача. Не себе, а ему не сделали. И Бензима сразу. Не проиграет. И соберется в тронтайминг, то здесь еще в своей серии. Здесь даже дело не в том, что соберется или не сберется, ему собраться надо на своей половине поля. Вот там игра абсолютно кошмарная. Они не могут из-под прессинга выйти. Реал пропустил уже девять с трех игр. Венисиос. Подача. Наиграть. Лемар. Подача. И первый раз Куртуа выручил. Первый раз беспрепятственно. Абсолютно наносит у игрок Атлетико удар с линии врата. Эрмоса это был? Давай посмотрим. Это Жао Фесси? Нет, это да, Эрмоса. Жао Феликсанна. А это его игра. Он в Испаньоле так играл. Высокий прыгучий защитный мугл. То давай считать, что с 0-0 начинается игра. Венисиос. Сегодня. Ну а как еще? Кого еще? Посмотрим. Венисиос удар. Потому что здесь каждая атлетика может быть голевой. Требьер, пожалуйста. Положения вне игры не было. И очень качественно подключается Киран Требьер. И Думали Мар простил сейчас. Реал. Потому что 5-0 это было бы совсем печально. Ну у Реала, по-моему, просто нет другого выбора. Как год назад мы очень хвалили Атлетико. А потом в сезоне как-то забуксовала немного команда. Подача. Кто сам будет бить, бьет и попадает он в Иско. И дальше Азар Марселло. Сейчас просто на месте Лемар. Падение Диего Косты. Пенальти. Да, это вот-вот 5 могут получить уже в первом тайме. Но здесь после того, что сделал Фельд, здесь уже неудивительно. Потому что он... А знаешь, что он... Вот посмотрел, куда будет удар. Диего Косты разбегается, бьет по центру. И счет становится 0-5. Это кошмар мадридского Реала. Абсолютно невозможно такое вспомнить. То есть с Аяксом даже такого не было. Дома, когда паника была просто чудовищная. В обороне... Ну, в последний раз так Барселона возила на Бернабеу, когда 6-2 было. Но все равно это было как-то размазано по всему времени матча. Это не было в первом тайме. Что будут замены полной состава. Нет ничего подобного. А то уже ушел Кейлор Навас. Появился. И атака Реала. Кирана здесь с Тамалемар. Еще падение. Фулл ватаке. Эрмоса, да, по-моему, или... Да, это Марио Эрмоса. Его, кстати, даже нужно по прическе узнать, мужики. И Филсаи сейчас угловой. Подача. Реалу нужен очень быстрый гол во втором тайме. Удар и кашель. Жал Феликс как здорово. Опять обработал. Неужели четвертый забьет. Сможет. Забивает, забивает Диего Коста. Покер и 6-0. Полистовок передачи Жал Феликса. Гейм, сет, энд, матч. Диего Коста сегодня просто в ударе. В огне. У него реализация моментов. Я давненько такого не видел. Все моменты, которые были у Диего Косты, все он реализует. Причем реализует очень ярко, очень красиво. И в первом случае, может быть, повезло с рикошетом от ноги Рамоса. Диего Косты, азар. Поткнулся, но мяч принял. Азар. Марселло. А дальше пляжный футбол. Начался. Усполнение Марселло. Да, это было красиво. Подбросил мяч Марселло. Даже при счете 0-6 защитник не забывает о Джога Бонита, о красоте. Надеюсь, ему мешал активно Дина Зидану не только снимать кино про Сергею Армаса. Интересно, какой разговор был в перерыве Кажао Феликс. А вот как он обыгрывает. Да и боже. Фланг. Дальше Локас Васкес. И снова, и снова знамя, которое Криштиану уронил. А вот атака моменты забивает Начо. Начо. Начо этот человек, который в проблемных сезонах запускал вот эту машину Реала. Помнишь, бывало так, не при счете 0-6. Но 0-6 на спине. Дело близко к ничьи. Я символизм. Я символизм какой-то вижу сегодня, да. И пытаюсь вернуть еще угасшую интригу. Надеюсь, здорово. Неважно. Витоло. Витоло по левому флангу. Атакует, проходит, бьет. 7. 1-7. Становятся счеты. Это Витоло, как в компьютерной игре. Прошел, грабил сам. Ощущение, что ребята с джойстиками. Кто-то сидит и управляет игроками Атлетика Мадрид. И кто-то управляет игроками Реала, но управляет очень неумело. Вот если Атлетика сегодня на уровне мегапрофессионал, то Реал... Васкес на Родриго. Родриго подает пыль. Лой Шуа. Что правило будет добивать. И может быть, может быть любого... Ой, еще один сейчас может быть навес от Васкес. Карлос Исаак подает. Санчес бьет. И здесь выручает. Выручает Наба. Вот это моментище сейчас был. Мяч там летает по Вратарской. Мадридского Реала. Но 8 это уже совсем было бы. Может он сейчас и изменится. Витола. Канельо. Витола. Ой, как здорово разыграли. А и Витола прощает. Ну как сейчас вернул Нэть Канельо. Из ситуации, когда тяжело было принять вот такой результат. Этот результат подтвердить. Бензима. 9 у него на спине. 9 забитых мячей в этой встрече. Второй тайм. 2-2 пока. И забивает. Молодец в матче, да? Смотрите, в прошлом матче Экбинантьев свои ворота заработал. Здесь забил. Нет, он то, что он... Понимаешь, что здесь плохие поступки не отменять. Такой удар. Васкес подает удар. И встанкерный гол. Забивает Реал. Ну, как говорил Штирлетт, запоминается последний. Да, Реал выиграл второй тайм. Реал выиграл второй тайм. В принципе, болельщикам Реала надо сказать... Смотрите. Продолжение следует...